За 2017 год в России было продано свыше полутора миллионов автомобилей, сейчас все они на улицах городов. Практически в каждом из них стоит двигатель внутреннего сгорания. Это означает, что за короткую поездку от дома до работы в воздух выбрасывается свыше десятка видов вредных веществ. По последним данным в России свыше 40 миллионов автомобилей и число это не уменьшается. Появляются все новые модели разных форм и содержаний. Неизменным остается одно – это выхлопные газы. Последние несколько лет экологическая ситуация в Рязани оставляет желать лучшего. В региональном гидрометцентре ежедневно анализируют несколько десятков проб воздуха. Образцы собирают в четырех точках Рязани, а после ими занимаются в лаборатории. Согласно данным, экологическая обстановка стала чуть лучше. Уровень загрязнения в 2016 и 2017 году оценился как высокий. В 2018 году произошло некоторое улучшение качества атмосферного воздуха. За истекший период 2018 года проанализировано более 20 тысяч проб. И по результатам наблюдений выявлено, что наиболее часто регистрируется превышение по фенолу, взвешенным веществам, сероводороду и формальдегиду. За 2016 и 2017 год превышения регистрировались по фенолу, сероуглероду, взвешенным веществам и диоксиду азота. Стоит отметить, что часть этих веществ входит в состав выхлопных газов автомобилей. Вероятно, именно эти показатели и стали причиной появления дня отказа от машин, который пройдет 22 сентября. Вот только проводят его уже в 12 раз. И судя по данным Рязанского гидрометцентра, изменений практически нет. Однако экологи считают, что акция носит больше мотивационный характер. То есть основная задача – это показать людям, что автомобили используются нерационально. Надо людям разъяснять, что не так это безобидно. Да, двигатели внутреннего сгорания, ведь там диоксиды углерода и разные токсичные вещества, которые мы это ощущаем так. Это реально яд, который жизнь наша с вами не продлевает. Экологи рассказали, что один день вряд ли скажется на экологическом состоянии города. Лучше изменить культуру людей. Например, передвигаться по городу на велосипедах. Вот только внедрение нового экологически чистого транспорта сопряжено с определенными трудностями. Правда, на улицах Рязани уже есть такой транспорт. И это не велосипед или троллейбус, а электромобиль. Роман Петров – водитель. Называет его машина на батарейках. От обычного автомобиля она отличается тем, что у нее вместо двигателя внутреннего сгорания стоит электрический двигатель, как в троллейбусе. Больше никаких отличий от троллейбуса у нее нет. Она меньше урона наносит окружающей среде с учетом выработки электричества, передачи, потери на транспортировке и так далее. Таких автомобилей в Рязани всего 9. Есть еще мини-кап – маленький грузовик. Цена на экологически чистый транспорт варьируется от 1 до 2,5 миллионов рублей. Роман признался, что в акции «День без автомобиля» он участвовать не будет. Другие же водители решают самостоятельно пересаживаться на общественный транспорт или нет. Может, 22 сентября – это один из тех дней, когда стоит прогуляться по городу и насладиться прекрасной погодой. Стоит отметить, что в 2016 году при предъявлении в общественном транспорте свидетельства о регистрации транспортного средства проезд был бесплатным. Сейчас таких льгот нет. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».